Дорогие друзья, с вами передача Глядя в глаза, а это наша новая заставка и теперь по ней вы сможете легко узнать, что с вами именно программа Глядя в глаза. Сегодня мы обсудим такую непростую и очень щепетильную тему, как умеренное употребление алкоголя. Окажется, это не очень простая такая тема и может быть для кого-то она станет очень болезненной, но ее важно обсуждать, потому что действительно ситуация может быть часто очень сложная, даже критическая. Знаете, я родился и практически всю свою жизнь прожил в маленьком поселке железнодорожников. Вы знаете, я сейчас на вскидку могу с десяток, может даже полтора десятка назвать своих земляков, которые умерли, не дожив до 50 лет. Скажем так, я их уже пережил всех. Ну и также не меньше, а может даже больше могу назвать тех, кто не дожил до 70 и причина была одна и даже. Это злоупотребление алкоголя. Чтобы вы поняли, насколько это критическая ситуация, я вам открою такие статистические данные, что в моем поселке сейчас проживает менее 600 человек. Вот представьте себе на такое количество населения, ну немножко раньше, может больше было, там было 700-800, около тысячи, но сейчас население уменьшается. Не, не по причине того, что алкоголики они. Причины немножко другие. Это общая демографическая ситуация и во всем мире, и в частности в Украине. Тем более у нас на Донбассе сейчас очень сложно и маленькие населенные пункты очень быстро уменьшаются в количестве населения. Но это тема отдельной программы, мы не будем туда уклоняться. Вернемся к нашей основной тематике. Итак, если кто-то сомневался, то проблема эта стоит очень остро. Итак, как же быть? Возможно, кто-то принимает решение обообще не употреблять алкоголь и кажется, ну, как говорил Иосиф Иосиф Иосифович Сталин, нет человека, нет проблемы. То есть здесь ситуация похоже развивается, то есть если человек вообще не пьет, то он не станет алкоголиком. Но те, кто, может быть, иногда имел возможность читать Священное Писание, Библию или те, кто ее читает постоянно или часто, для них это не секрет, что в книге псалмов есть очень хорошее выражение о том, что вино веселит сердце человека. То есть заметно, что вино действительно было создано для того, чтобы приносить нам радость. Ну и другие алкогольные напитки также. Но в той же Библии есть пример Ноя, который, пережив потоп, посадил виноградник, сделал вино и, захмелев, спал в непристойном виде. А также есть слова из притчи, в которых говорится о том, что вино может ужалить, как змея. То есть неожиданно и болезненно. Этот принцип, он касается любого алкогольного напитка. Итак, как же можно добиться того, чтобы употреблять алкоголь умеренно и при этом не допустить, чтобы он ужалил? Те, кто хотят употреблять алкоголь, наверное, один из первых советов, это стараться делать это в подходящей компании. Если вы собрались выпивать среди людей, которые известны своим неумеренным употреблением, то обязательно они будут побуждать к этому вас. Даже, может быть, не прямо, а сама обстановка будет к этому располагать, чтобы выпить больше, чем вам хотелось бы. И от этого могут быть нехорошие последствия. Это первый момент. Второй момент. Вы должны установить личную меру для себя поставить и стараться ее не превышать. Также вы должны провести такой самоанализ и увидеть, какой из алкогольных напитков для вас делает вас более уязвимым, от которого вы пьянеете быстрее. И, возможно, этот напиток либо исключить надо, либо учитывать, что его употребление приводит к тому, что вы пьянеете скорее. И, наконец, очень важный момент, о котором могут забывать многие люди, а потом попадаются на крючок зеленого змея. Это то, что если вы выпили больше, чем собирались, а такое может случиться с несовершенным человеком, ни в коем случае на следующее утро, как бы ни было плохо, нельзя похмеляться. Один мудрый человек сказал, что похмелье – это новая пьянка. То есть, если мы выпиваем утром для того, чтобы облегчить состояние, то мы свой организм вводим в такую алкогольную зависимость. И это происходит так потихоньку ненавязчиво. Это похоже чем-то на наркомана, который один раз укололся, ну, вроде как еще ничего, а укололся 2-3 раза, и все, он уже не может обойтись без наркотиков, его подсаживают на иглу. То есть, похмелье – это прямой путь подсадить себя на бутылку. Может быть, у кого-то это будет проходить легче, у кого-то это очень быстро пройдет, но если не быть осторожными, то обязательно эта ситуация разовьется негативную сторону. Что можно делать в таком случае? В таком случае можно выпить кофе, можно выпить крепкого чая, ну, и самое главное – это перетерпеть. Нет, это не самое главное. Самое главное – сделать выводы на будущее, и больше такого не допускать. Конечно, употребление алкоголя может приносить нам радость, хотя бы уже потому, что при том, как мы выпиваем алкоголь, расслабляется нервная система. И вот эти вот тревоги, которые могут насковывать, они немножко так облегчаются. Почему и бывает, что многие алкоголики именно становятся таковыми после каких-то стрессовых ситуаций. Умер близкий, распалась семья. Вот, например, один мой земляк, который на год был моложе меня, и долгое время он был в завязке, как говорят алкоголики, он не пил. Потом у него были проблемы в семье, он начал выпивать, а у него до этого развивалась эпилепсия. И вот все это стечение обстоятельств, этот человек погиб. К сожалению, его уже нет в живых. И такие ситуации бывают нередко. Поэтому такое, ну, то, что человек сделал себе, может быть, там, кодируется или еще как-то, это не является выходом из ситуации. Выход все-таки немножко другой. Вот, например, многие те, кто выпивал, злоупотреблял, изучая Библию, видя взгляд Бога на эту ситуацию, они выровнялись, и сейчас этого не делают. А кому-то все-таки пришлось алкоголю сказать полное «нет». И я хочу сказать, что это непросто. Знаете, есть больные люди, которые не могут позволить себе кушать определенные блюда. Они себя чувствуют не очень комфортно, им приходится постоянно над собой работать, заставлять себя, ну, допустим, мне мясо нельзя, или мне чего-то еще нельзя. И это лишает радости жизни в какой-то мере. Может, человек привык уже, что да, мне нельзя, я не буду, но где-то там внутри, потому что мы были созданы для полноценной жизни, чтобы получать радость от всего, и от алкоголя в том числе. Но человек, который не уберегся раньше, ему приходится за это расплачиваться. Или же он становится алкоголиком, и в итоге погибает от интоксикации алкоголем, либо он вообще перестает выпивать. Потому что многие есть те, которые склонны к алкоголизму, выпил чуть-чуть, и все. И он уже не может себя удержать. Те, кто может себя контролировать, они не понимают таких людей. Но вот такая ситуация, и если мы будем более внимательны, мы не будем провоцировать таких людей, чтобы они злоупотребляли. Ну, а для себя я хочу сказать, что лично я, я люблю выпивать по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть. И регулярно я выпиваю эти маленькие дозы. Знаете, это такой европейская культура питья. Например, водка мне не нравится по вкусу, я вообще от нее отказался. И как-то в последнее время нет желания пить крепкие напитки. Хотя я их нормально переношу, но нет желания. Поэтому пиво люблю, да. Ну, стараюсь его пить не очень часто, потому что, не знаешь, сделали ли его как положено, натурально, или сделали на химии, и ты получишь место удовольствия и пользы, вред. Хотя вот ученые уже просчитали, что 50 грамм пива в день, и это может снизить холестерин, и в итоге сосуды будут в лучшем состоянии. Но опять-таки, если это пиво натуральное, а как его узнать, натурально оно сейчас или нет. Ну, хорошая вещь для того, чтобы выпивать, это домашнее вино из винограда, винного сорта. Мы это делаем каждый год, и иногда выпиваем по чуть-чуть, по 30 грамм, может иногда 50 грамм, но обычно не больше. И такая маленькая доза, во-первых, ты не опьянеешь, во-вторых, ты получаешь удовольствие. И всегда, когда я выпиваю, я вижу подтверждение слов, которые сказаны в Библии, о том, что вино веселит сердце. Мне хочется, чтобы вы тоже могли веселить свое сердце, а не быть подвергнутым этим проблемам, которые связаны с алкоголем. Будьте, пожалуйста, осторожны, также помогайте и другим ответственно относиться к употреблению алкоголя. А в следующий раз, глядя в глаза, мы рассмотрим еще какую-нибудь интересную тему, может быть ту, которую предложите вы, или которую предложу я. До новых встреч!